Всем привет! И сегодня я хочу ответить на вопросы тега «Здоровый образ жизни». И первый вопрос. Придерживаешься ли ты принципов ЗОЖ, здорового образа жизни? Скажу так, я стараюсь придерживаться, я не скажу, что всегда у меня это получается. Какие спортивные кружки секции посещала в детстве твои достижения? Из спорта я, наверное, ходила на танцы. Можно это спортом назвать? Нет. А так я занималась с 7 класса по 9 спортом каждый день. У нас в школе просто был спортивный час. Каждый день мы занимались либо аэробикой, либо плаванием, верховой ездой, либо лёгкой атлетикой. И вот именно там я занималась плаванием, участвовала в соревнованиях среди частных школ Москвы. Там мы командой заняли второе место, по-моему, среди частных школ. У нас проходил турнир по лёгкой атлетике также среди частных школ. Я помню, мы с моей подругой бежали, как это называется? Эстафету. Мы бежали эстафету и бежала я, по-моему, 3 километра. По эстафете мы заняли первое место, 3 километра я заняла второе место. То есть вот такие достижения школьные, небольшие, но это всё, что мне удалось помнить, связанное со спортом. Занимаешься ли ты спортом или фитнесом сейчас сколько раз в неделю? Нет, я ничем не занимаюсь. Мой главный фитнес — это тим. Когда я его таскаю, 10 килограмм, и вот... Вот мой главный спорт. Как там показывают-то? Вообще, как бы, я хочу заняться спортом, фитнесом, и вообще чем-нибудь надо заняться уже, я понимаю, но... Нет, я ничем не занимаюсь. Пресс качала я 3 раза, и то потому что снимала влог, и думаю, что вот надо-надо бы начать, и всё. Лентяйка. Соблюдаешь принципы правильного питания или кушаешь что хочешь и когда хочешь? Я не кушаю что хочу и когда хочу, я придерживаюсь каких-то принципов правильного питания, но я стараюсь есть, скажем так, полезную еду в основном, то есть всё, где есть какие-то химические красители, консерванты, компоненты, я стараюсь это не употреблять, и есть нормальную пищу, то есть если это кусок мяса, это кусок мяса, если это овощ, это овощ. Никаких каких-то замудрёных супер-пупер рецептов не делаю, просто вот питаюсь просто. Твой любимый самый вредный продукт, как часто его позволяешь себе? Я обожаю сладкое. Я просто вот с шоколадом, я готова в нём купаться. У меня даже было когда-то такое время, когда я в школе, по-моему, когда я ночью просыпалась и ела шоколад, и чтобы проснуться, мне надо было съесть шоколад, то есть я вот такой шоколадоголик. Вообще я люблю в основном всё сладкое. Я не люблю пастилу и зефир. Да, Настя, я тебе всю пастилу и зефир отдам. Какая у меня ей будет когда-нибудь. Потому что я их не люблю. Безе похрустеть я люблю. А так вот, да, шоколад. И причём я люблю такой гадкий шоколад с какими-то орешками, молочный и, в общем, много шоколадной брауни с шоколадным кремом, шоколадный фондан с шоколадным мороженым. Ну, вы поняли, да, куда идёт вообще дорога к шоколаду. Шоколад люблю. Позволяю его себе часто, часто позволяю, но с утра и в достаточно маленьких количествах. Ну, то есть, ну как в маленьких, для меня в маленьких. Полплитка шоколада. Да. Любимый рецепт здорового питания. Вот опять же, я говорю, я очень люблю простую еду. Положила куриную грудку на сковородку, на сухую, без масла. Там, может быть, чуть-чуть соли. Пожарить с двух сторон и положить к нему овощной салат. Вот класс. Или, не знаю, рыбу в духовку, к ней, там, не знаю, помидоры. Листья салата, авокадо, орешки. Что-нибудь такое. Ну, вот, в общем, простые салаты, простые блюда. Что-то такое замудренное с соусами, там, соленое, перченое, острое. Я вот просто, ну, не люблю. Мясо, фрукты или овощи. Определенно не мясо. Мясо я не люблю. И у меня даже был период, когда я два года не ела вообще мясо, не мясо, не птицу. Я ела рыбу, я ела морепродукты и, соответственно, овощи, фрукты. Если выбирать овощи или фрукты, я выберу фрукты, ягоды. То есть сейчас идет сезон черешни, абрикосов. Вы понимаете, о чем я, да? Малина. О, я просто вот готова вот это вот взять, такую ведерочку перед собой поставить. И вот так вот это вот все-все. О, персики, нектарины. О, дыня с арбузом. Это же вообще классно. Поделись самым эффективным упражнением, которое делаешь постоянно. Предположим, что это ребенок. Я его беру и ношу на себе. Я его поднимаю вот так вот, я его кидаю. В общем, я, мое главное упражнение, моя гантель, а это мой сыночек. Остальные упражнения я делаю, ну, так, периодически. Сидел ли ты когда-либо на диетах? Поделись своим опытом. О, да. Я как все, ну, наверное, как многие, по крайней мере, пробовала разные диеты. Больше дня я не продержалась. Диеты вот максимум один день, все, это не мое. Система питания, да. И сейчас я пробую систему минус 60. То есть я придерживаюсь принципов правильного питания. Еще сверху них наложила систему минус 60. Спорт как бы тоже хорошо туда сверху наложить. Но пока вот так. Ну, хочу сказать, что этот классный, замечательный текст создала Маша Бешко. А передала мне этот текст Настя Ананаска. И я хочу передать этот текст. Вот вы меня видите, вы меня слышите. Если вам нравится этот текст, то снимайте, я с удовольствием посмотрю. А вообще, я еще знаю, что Олечка не сняла мама ОД, да, видео. И я знаю, что Мария СД еще не сняла такое видео. Так что, девочки, давайте. Будет очень интересно посмотреть и вас послушать. На сегодня это все. И спасибо вам большое за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока.